Привет, друзья! Компания Mercedes на фестивале в Гудвуде вживую представила свой самый мощный серийный седан. Речь идет о новом поколении Mercedes C63 AMG, который пока официально еще не был представлен. Это, по сути, первая живая премьера новинки, ориентированная на широкие массы, где любой желающий мог оценить внешние данные новинки. Конечно же, автомобиль покрыт камуфляжной пленкой, но ее не так много, чтобы нельзя было в полной мере получить представление о том, как будет выглядеть серийная модель заряженного суперседана. Внешне новая 63-я отличается от стандартной версии фирменной решеткой Panamericano с вертикальными ламелями, массивным передним бампером с большими воздуховодами и, конечно же, четырехствольной прямоугольной выпускной системой. Это фирменная фишка всех 63-х модификаций. Но внешность это далеко не самое важное в этом автомобиле. Намного больше поражают его силовые показатели. На фестивале в Гудвуде компания Mercedes официально подтвердила ряду автомобильных журналов, что новинка действительно получит гибридную силовую установку, состоящую из двухлитровой турбочетверки, позаимствованной у Mercedes A45 AMG с индексом M139 и электромотора, расположенного на задней оси. Эта гибридная силовая установка дебютировала еще в начале года, но пока так и не была представлена на какой-то серийной модели. Видимо, эта честь достанется новенькому C63 AMG. И скажу я вам, эта силовая установка вас очень впечатлит. В Mercedes официально подтвердили, что данная силовая установка будет выдавать 680 лошадиных сил и 750 ньютон-метров крутящего момента. Из них 476 сил будет выдавать двухлитровая турбочетверка, а это значит, что это самый мощный на сегодняшний день четырехцилиндровый двигатель массового производства. Вы только вдумайтесь, до чего дошел прогресс. Mercedes C63 AMG, который всегда считался в линейке AMG седаном начального уровня, на сегодняшний день выдает мощности больше, чем топовые Mercedes GT63 AMG и BMW M5 Competition, которые не являются его прямыми конкурентами. Что уж говорить за новую BMW M3. Конечно же, автомобиль получит полноуправляемое шасси, девятиступенчатый автомат, а для электромотора будет предусмотрен свой двухступенчатый редуктор. Все это в совокупности должно помочь новой C-шке преодолевать первую сотню менее чем за три с половиной секунды. Хотя это неофициальные данные, но журналисты в кулуарах говорят именно о таком показателе. Для клиентов, особо жаждущих экстрима, будет доступен дрифт-режим. Не забывайте, что новое поколение C63 отныне полноприводное. И чтобы покрутить заветные бублики и впечатлить пацанов на районе своим мастерством сжигать покрышки, необходимо будет активировать дрифт-режим. Правда, цена за такое удовольствие будет явно не маленькая, в связи с новой силовой установкой и самыми передовыми технологиями, которые реализованы в новом поколении C63 AMG. А вот ощутить на себе все эти прелести можно будет уже в этом году, так как модель представят до конца 2022 года. Друзья, если вам нравится музыка в этом выпуске, подписывайтесь на мой второй канал по ссылке в описании, где я публикую свою авторскую музыку. А также присоединяйтесь к нашей дружной семье Кинг Драйв, чтобы быть в курсе событий всего происходящего в автомобильном мире. Компания Toyota представила небольшое обновление для своего кроссовера Highlander. Данное обновление ориентировано на европейского покупателя и включает в себя кое-какие изменения, связанные с интерьером автомобилем, а также силовой установкой. Отныне Highlander будет поставляться с новой цифровой мультимедийной системой, представляющей из себя большую приборную панель диагональю в 12,3 дюйма, работающей в паре с новым большим сенсорным дисплеем такой же диагональю. Оба экрана работают под управлением новой мультимедийной системой, предлагающей кучу самых разнообразных нововведений. Начиная от голосового ассистента и новой продвинутой облачной навигации и заканчивая беспроводным подключением через Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, для рынка Восточной Европы будет доступен новый силовой агрегат. Речь идет о бензиновой турбочетверке объемом в 2,4 литра, мощностью в 269 сил и 418 ньютон-метров. Этот двигатель придет на смену более мощной 3,5-литровой V-образной шестерке. Такая неравноценная замена связана с тем, что новый силовой агрегат обеспечивает меньший расход топлива и более низкий уровень выбросов СО2, что в последнее время очень важно. Кроме бензиновой турбочетверки кроссовер будет поставляться и с гибридной силовой установкой, состоящей из 2,5-литровой атмосферной бензиновой четверки, работающей в паре с двумя электродвигателями, общей мощностью в 248 л.с. Этот агрегат никуда не делся. Обновленный Highlander 2023 модельного года уже доступен для заказа. Новый Ford Bronco, получивший огромную популярность у себя на родине в США, все-таки будет доступен для европейских покупателей. Но не стоит преждевременно радоваться, так как за этой приятной новостью следует несколько очень неприятных моментов. Во-первых, Bronco поступит на европейский рынок в ограниченном количестве, а во-вторых, только в леворульном исполнении. То есть для рынка Великобритании он вообще не будет доступен. О технических характеристиках европейских версий пока ничего не известно. Ford обещает обнародовать эту информацию чуть позже. Все, что известно на данный момент, это то, что для европейских клиентов Bronco будет поставляться исключительно в четырехдверном исполнении. Двухдверная модификация для европейского рынка не будет доступна. Такие вот странные ограничения. Что ж, друзья, а у меня на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новые ролики. А также не забывайте о странице в инстаграме, доступной по ссылке в описании. Всем удачи, пока!